Драма в дыму Безопасная железная дорога Специальное комплексное мероприятие состоялось в регионе Алкоголя не обнаружено Спорной ситуации точку поставят эксперты-химики О чрезвычайных ситуациях минувшей недели вам расскажет Владимир Лобан За выходные 7 аварий, в которых пострадали люди В Явивском районе легковушка на везде со второстепенной дороги не пропустила КАМАЗ Не менее серьезное ДТП по невнимательности водителя произошло в Скиделе Девушка, управлявшая автомобилем Опель, выезжая со второстепенной дороги на главную Не убедилась в безопасности выполняемого маневра И допустила столкновение с автомобилем Ауди В результате данного дорожно-транспортного происшествия В больницу доставили двух человек Ими оказались сама виновница автомобильной аварии И пассажир второго участника ДТП Погиб на пожаре в мусороприемнике Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило от местных жильцов При тушении спасателями было обнаружено тело мужчины Прибывшие к месту происшествия работники МЧС установили, что произошло загорание отходов Мусороприемной камеры на первом этаже многоэтажки Пожар был ликвидирован в считанные минуты Во время тушения спасатели обнаружили обгоревший труп 50-летнего мужчины Без определенного места жительства Эвакуация жильцов не понадобилась Предполагаемая причина происшествия – неосторожность при курении Угнал грузовой автомобиль, повредил триномарки, бетонный забор и крыльцо банка Дерзкое правонувшение совершено в Гродно жителям Карельского района Однако далеко уехать, сметая все на своем пути, гореугонщику не удалось Прибывшим с сотрудниками милиции, в частности отдела департамента охраны и Октябрьского РОВД Уже во враге, в одном из заброшенных подвальных так называемых помещений Самодельных, которые ранее делали Был задержан молодой человек, 95-го года рождения Ранее судим, кстати, тоже за угон автотранспорта В августе этого года, 2015-го он только освободился Сюда в город приехал к родной сестре, а проживает он и прописан в Карельском районе Два абсолютно одинаковых автомобиля, угнанных за вечер из одного двора Нетипичный факт зафиксирован в Волковыске Преступники позарились на ауди 100 синего цвета Вечером 6 декабря в Волковыске из одного и того же двора Были угнаны два одинаковых автомобиля Целью злоумышленников стали ауди 100 темно-синего цвета На данный момент милиция проводит работы по установлению местонахождения машин За 6 рыб 18 миллионов рублей Такую сумму придется выложить браконьеру из озер Основанием для этого решения стало повторное задержание мужчины за незаконный лов сетью В период весеннего нереса, во время проведения контрольно-полевого мероприятия Гронинской межрежейной инспекции был задержан даже награжданин за незаконный лов рыбы с использованием сети Судом Гронинского района в отношении него было вынесено постановление И он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,5 миллионов рублей Данный гражданин не вынес никаких уроков из этой ситуации И повторно в октябре месяце также был задержан Гронинской межрежейной инспекцией за незаконный лов рыбы с использованием сетей Собака оказалась в трехметровом колодце Такая информация от граждан поступила на Гронинский пульт МЧС Несколько минут потребовалось спасателям, чтобы освободить животное из водной ловушки Спасатели принимания получили сообщение о том, что требуется помощь по извлечению собаки Прибыв на место вызова, они увидели, что пес находится в трехметровом колодце С помощью лестницы они спустились вниз И поскольку собака вела себя спокойно, они взяли ее на руки и извлекли на поверхность Спасение утопающих – дело рук спасателей или героев Один из таких героев живет в Сморгоне Его отважный поступок на прошлой неделе был отмечен организацией «Освод» Потому как мужчина проявил решительность и смелость при спасении человека на водоеме в Волковыском районе Несчастный случай пришел 9 ноября Это в Волковыском районе, на границе Волковыского и Свисловского районов Озеро Шустики Два жителя города Волковыске, которые работают в невинной сохране Там выходные, как говорится, дни Решили порыбачить на озеро Шустики На резиновой лодке выехали на середину озера Расстояние на берега было 35-40 метров Лодка перевернулась, начали тонуть Я ездил по Волковыскому району, отсматривал площадку для музея Ну и вот просто увидел, как перевернулась лодка и люди начали тонуть Все, побежал, долго бежал Прыгнул в воду Героизм – это то, что когда ты делаешь сверх своих сил Я делал обычный поступок Люди тонули, я пытался их спасти Одного не смог, одного вычинал Поступок Андрея Шантаровича нашел высокую оценку профессиональных спасателей на воде По ходатайству областной организации Гражданин награжден нагрудным знаком за заслуги Республиканского совета о свод Также в торжественной обстановке герою-спасателю Была вручена почетная грамота и денежная премия Как прозвучало на встрече, место даже небольшому подвигу есть всегда И это тот самый случай, когда смелость одного человека позволила не допустить гибели рыбака на воде В Гродно приняли присягу на верность Родине свыше 500 новобранцев Главный воинский ритуал для призывников-пограничников по традиции прошел у мемориала воинам-пограничникам А вот новобранцы Гродненского гарнизона войск Западного оперативного командования Впервые в истории клялись у кургана славы Подробности в репортаже Владимира Лобана Я, гражданин Республики Беларусь, Соболь Александр Марьянович Торжественно клянусь, быть преданным своему народу Александр Соболь служит в одних из самых престижных войсках Беларуси и пограничных За плечами новобранца начальная военная подготовка После присяги парень вместе с товарищами пройдет курс инспектор пограничной службы И отправится на рубежи страны Будем защищать наши границы И хочу сказать, чтобы все спали спокойно Мы будем ее защищать достойно, как настоящие мужчины Родительский дом с тепличными условиями сменился на армейский Со строгим распорядком и жесткой дисциплиной Служить на границе в элитных войсках непросто, однако почетно и ответственно Служба в армии, конечно, нелегка, но это престижно И пронести, конечно, нужно ее с большим уважением, с почетом Торжественный момент присяги спустя годы трогает сердце Бывшие действующие военные вспоминают свои армейские обутни И желают новобранцам легкой службы Это очень торжественный момент для родных и близких солдат, которые принимают присягу Но этот день эти военнослужащие не забудут никогда Как и те, кто принял присягу, такие, как я Этот день все равно остается волнующим для нас И хоть мы сегодня не принимаем присягу, все равно мы чувствуем торжественность этого момента 215 новобранцев, и это ребята не только из Гродненской, но также Минской, Гомельской и Могилевской Направятся в подразделения Гродненской пограничной группы И еще 300 военнослужащих частей Гродненского гарнизона впервые присягнули около Кургана Славы С этого момента все торжественные военные мероприятия в Гродно будут проходить именно здесь Мемориальный комплекс Курган Славы обновили к 70-летию Победы К слову, на этом работа не окончится Вскоре поблизости разместится линия оборонных сооружений имени Карбышева Первые элементы уже сделаны, сам Курган обновлен Обновлены наши мемориальные доски Здесь мы увековечили 362 жителя города Гродно, кто погиб во время Великой Отечественной войны За пределами Гродненской области Здесь мы сделали музей под открытым небом техники Впереди у этих ребят год или полтора исполнение важных обязанностей Служение Родине и народу После дембеля они вернутся домой А некоторые, возможно, найдут свое призвание И решат выбрать путь профессиональных военных Областной драматический театр на минувшей неделе погрузился в дым Задымление, эвакуация, спасение и тушение условного пожара Именно по такому сценарию спасатели пожарные отрепетировали действия Во время возможной чрезвычайной ситуации Как это было в нашем видеоматериале Пожарам в подобных зданиях всегда присваивается высокая категория Тушение реального возгорания в драматическом театре было бы достаточно сложным Но в этот раз можно вздохнуть с облегчением Возгорание условное Это вам звонят с драмтеатра Дежурный пожарник Семенчук Геннадий Ростиславич У нас произошло возгорание в районе колосников Большого зала В подобных случаях очень многое зависит от слаженных действий спасателей и сотрудников учреждения Они должны не допустить паники и быстро эвакуировать зрителей И с этой задачей они справились Поступила вводная на центр оперативного управления города Гродно О загорании колосниковой части в драматическом театре То есть который находится над сценой По данному замыслу на учение были привлечены 8 отделений основной И 2 единицы специальной техники гарнизона Все стволы поданы на заданные задуманные точки И учение проходит на оценку хорошо Новогодние праздники – это пожароопасный период времени Пожарные активизируют деятельность по отработке действий в чрезвычайной ситуации Да и персонал должен четко знать, что предпринять в случае подобных происшествий К слову, такие учения пройдут во всех районах области Благодарность за помощь и награды лучшим В Гродно прошел слет добровольных пограничных дружин Это движение, отмечают офицеры, успешно развивается И, как показывает практика, дружинники справляются со своими обязанностями Помогают пограничникам в охране государственной границы Наш корреспондент побывал на встрече добровольных помощников военных В зале командиры члены добровольных дружин пограничной группы С этими людьми профессиональные военные ведут разговор как с коллегами И такие отношения абсолютно закономерны Гродненский, Берестовицкий, Свисовский, Щучинский районы На приграничных территориях работа добровольцев имеет большое значение Идет совместная работа Наши члены добровольной дружины активно участвуют действительно в охране границы Не раз с помощью наших дружинников были нужны люди, которые находились в приграничной зоне И наши члены дружины оказывали помощь даже в задержании людей Которые имели мотивы пересечь нашу границу Во время слета были подведены итоги работы за год Лучших помощников пограничников ожидали грамоты А первое место задружены Адельского селесполкома Она состоит из 42 человек, которые заступают в наряды А также действуют по производственно-территориальному признаку Выполняет свою непосредственную работу Допустим, ВСПК работает водителем автобуса Вот он ездит по маршрутам, возит людей И заодно наблюдает перемещение каких-то незнакомых лиц И сразу же сообщает ближайшую погранзаставу Механизатор пашет Или там мастер леса Тоже обходит лес И также смотрит На отдыхе, кто-то на рыбалке За грибами пошел На участке ответственности Гродинской пограничной группы Зарегистрировано 11 добровольных дружин С их помощью задержано 125 нарушителей законодательства О государственной границе Оказано практическое содействие военным Границу охраняет весь народ В развитии деятельности добровольцев Известное выражение наполняется самым конкретным смыслом На минувшей неделе на объектах железнодорожного транспорта Гродничины Прошло специальное комплексное мероприятие «Безопасность» Проведены рейды по выявлению граждан Допускающих проход по железнодорожным путям В неустановленном для этого месте А также водителей автотранспорта Нарушающих правила дорожного движения При проезде через железную дорогу Подробности далее Проигнорировали знак «СТОП» при переезде через железнодорожные пути Только за два часа нашего рейда Совместно с сотрудниками ГАИ и ОВД на транспорте Три нарушителя Задумались, отвлеклись Так чаще всего объясняют свою невнимательность водители И напрасно так беспечны За 2015 год было зафиксировано 15 происшествий с участием Автомобильного и железнодорожного транспорта В которых шесть человек погибли Четыре были травмированы В 13 случаях автолюбители проигнорировали запрещающий сигнал Светозвукового светофора А в двух случаях нарушили правила дорожного движения Вне железнодорожных переездов Причиной травмирования является Прежде всего невнимательность Для людей необходимо знать, что железная дорога Железнодорожные пути Так же как ЖД-переезд Это не место для прогулок И, как говорится, не гоночная трасса Прежде всего это зона повышенной опасности Несмотря на все принимаемые меры Граждане продолжают рисковать И игнорируют элементарное правило Безопасности на железной дороге В целом в течение года В результате несчастных случаев На объектах железнодорожного транспорта Пострадало 122 человека 62 из них погибли Чаще всего это переход ЖД в неустановленном месте Это предусмотрено частью 5 Водители, которые нарушили правила во время нашего рейда Поплатились штрафами в размере 360 белорусских рублей Причиной столь небезопасного поведения Они назвали невнимательность Якобы отвлеклись на свои мысли И попросту не обратили внимания На знак стоп С кем не бывает Однако наказание рублем Это мелочь По сравнению с реальной угрозой жизни Которой зачастую приводит Банальная невнимательность Состояние алкогольного опьянения Известно, до добра не доводит В таком положении человек способен делать ошибки Которые иногда стоят ему свободы и даже жизни Понятно, что в алкогольном опьянении К труду допускать нельзя Чтобы выявить нетрезвых нарушителей На некоторых предприятиях прибегают к помощи алкотестеров Однако и приборы могут ошибаться И такая ситуация порой доходит до абсурда Когда человек утверждает, что не употреблял Алкотестер показывает обратное В таком случае точку ставят эксперты-химики Марина Каминская узнавала, как это происходит Вот в этих колбах здесь и сейчас Решается судьба человека Который решил доказать В его крови алкоголя нет Казалось бы, и так понятно Если человек знает, что не употреблял Зачем проводить исследование Однако случается, когда алкотестеры Показывают обратное На прошлой неделе в необычном споре между прибором и человеком Точку поставили эксперты-химики Ситуация такова была Что в какой-то организации был утром проведен контроль Так называемый, подышали в трубочку И человек говорил, что было несколько проведено замеров И каждый из замеров в этой трубочке У руководства был разный То есть одна цифра, вторая, третья Они все были несовпадающими Он говорит, у меня есть свой Значит, своя трубочка Она показывала ноль Тем более я же знаю, что я не употреблял И он обратился к нам Мы очень оперативно провели исследование Не прошло и двух часов, как мы у него взяли кровь, мочу И, в общем-то, за несколько часов было проведено исследование Где он убедился к своему удовольствию Что он был совершенно треск И такие случаи в нашей жизни не единичны Специалисты предполагают На показания алкотестера может влиять особенность организма Его реакция на употребление некоторых продуктов питания Чтобы определить, есть алкоголь в крови или нет Эксперты используют свои методы Смысл методики заключается в качественном исследовании Крови или мочи на алкоголь Требуется 0,5 мл всего Мы вводим в один испаритель хроматографа И делаем два количественных определения Для того, чтобы избежать какой-то ошибки Или погрешности проба отбора Вот на хроматограмме видно красненьким Это качественное определение Мы можем здесь видеть пикотел нитрита обнаружен И дальше при количественном определении Используем метод внутреннего стандарта Добавляем 4-промильный раствор пропанола К исследуемому образцу крови Два укола И в зависимости от соотношения высот пиков этил нитрита и пропил нитрита По соответствующему калибровочному графику Ранее построенному Мы узнаем концентрацию тонула в крови или мочи Методика экспрессная все время исследования С момента пробоподготовки занимает 5 минут Через 5 минут мы уже знаем результаты И вполне готовы дать заключение эксперта О содержании тонула в исследуемом образце А заключение о том, какова степень была алкогольного опьянения Уже дает общий эксперт К слову, разрешение спорных ситуаций для экспертов-химиков не главное Основная их работа – помощь правоохранителям в криминальных делах Специалисты исследуют биоматериал на наличие отравляющих наркотических веществ Лекарственных препаратов и, конечно, этанола в мертвом теле Требования, скажем так, к специалистам при работе на этом оборудовании При производстве экспертиз очень высокие Требуется и большой объем знаний, и усидчивость, внимательность Целеустремленность тем, чтобы исследование было проведено всеобъемлюще Чтобы оно было проведено беспристрастно Чтобы ни у кого не возникло даже подозрения о том, что кто-то здесь как-то ангажирован, скажем так, в другом результате Ни у кого, по крайней мере, до сих пор не возникало никаких вопросов И я думаю, у нас в дальнейшем ни у кого и не возникнет Работа, конечно, кропотливая В таком нелегком труде без современного оборудования не обойтись Мировая практика в производстве подобных исследований – это использование хроматографического оборудования Это либо газовые хроматографы, либо жидкостные хроматографы Сам хроматограф еще должен иметь детектор И современный вид детектора – это массоселективные детекторы Которые, в общем-то, решают большинство задач по определению наркотических веществ Лекарственных, одурманивающих, ядохимикатов Хотя, конечно, есть вещества, для которых не требуют никаких особенных приборов Они до сих пор анализируются все теми же методами, как было, например, 100 лет назад Хотя, конечно, отравления подобными веществами исходят на нет Но я как бы еще помню, вот было у нас отравление, например, фосфидом цинка Это раньше этим средством травили грызунов Сейчас уже совершенно не используется Но раньше они были и были отравления Там, собственно говоря, нужны пробирки и химические реактивы И если бы и сейчас было подобное отравление, мы бы использовали те же методы Пробирочка копеечная, ну и реактив копеечный Вот и экспертиза уже получилась Но в то же время сейчас есть такие вещества И они действуют в столь малых концентрациях Что использовать для их исследования нужно очень дорогое оборудование И потихоньку мы движемся в сторону приобретения подобного оборудования Есть отравление или нет? Каким препаратом на самом деле лечили? С такими спорными вопросами к экспертам могут обратиться и обычные граждане Кстати, исследования эти платные За определенную сумму чуть более 200 тысяч рублей Специалист исследует кровь и в течение нескольких часов сделает заключение И это вся информация на сегодня Вы смотрели программу Пульс Увидимся в следующий вторник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok